Девочки, прежде чем начать видео, хотела бы я вот по поводу вот этих наборчиков, значит, хочу я их продать. Это Риолис премиум серия, достаточно такая старенькая, давнишняя, но не буду вышивать уже однозначно для себя решила. Два набора в старых упаковках, девчонки, по 1600 каждый. Может быть кому-то действительно нужно, они абсолютно новые, я их ничего с ними не делала, вот как они есть. Все в наборе схема нитки, так они и есть. Кому надо, пишите под видео в сообщения, мы тогда с вами определимся с этим вопросом, мало ли что. Всем огромный привет, сегодня я хочу снять такое видео, не формат, какой у меня обычно выходит, а видео о моих топ наборах, 10 наборов для вышивки, которые, наверное, мне бы хотелось вот непременно начать, закончить. Ну, планы пока я, конечно, такие не строю грандиозные, но наборчики готова вам показать. Не так много у меня и наборов скопилось. Вот, и это, наверное, именно те сюжеты, которые больше всего меня интересуют на данный момент. Первый набор – это Локос. Я неоднократно уже про него говорила, и говорить тут уже, наверное, нечего. Ну, нравится мне данное Рождество. Милые вот эти пёсики, рыжий котик, значит, здесь очень много всего-всего, да, на этой картине. Я люблю, когда вот много, когда не пустая, там, картина, сюжет, когда там куча фона и там ничего нет. Нет, это не моё. Мне такое вышивать скучновато. А тут постоянно смена сюжета, постоянно какие-то вырисовываются подарки, ещё что-то. Поэтому этот набор, конечно же, войдёт в этот топ, безусловно. Пока в планах там у меня его нет начинать, потому что я вышиваю Красное Рождество. И как только я с ним разберусь, я буду вышивать вот это белое. Очень оригинальный сюжет. Не часто у производителей есть такие сюжеты, в основном, да. Вот Лукас в последнее время занимает эту нишу, прям первый идёт во многих, во многих вопросах. Следующий наборчик, который мне бы также хотелось отшить. Ну, в этом году я, может быть, даже начну его и тут же и закончу. Это вот эта панелька с кошками. Тема космоса, это вообще моё. Мне бы очень хотелось эту панельку, ну, тут шить-то и нечего. Она 10 на 30, магия ночи. Очень имеет маленькое количество ниточек. И да, 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 да. Маленький сюжетик, маленький наборчик, но мне он очень нравится. Я знаю, что многим она по вкусу пришлась. Очень много на Вау Бересе отзывов на данный набор. Ну, берут. Вышивают. Я очень люблю вот эту тему космоса. Поэтому, конечно же, она не прошла мимо меня. Ниточек здесь мало. Всего-навсего такая одна планшетка. И шить здесь, в принципе, нечего. Далее у меня есть сюжет от Золотого Руно. Это вот эти феи. Вы знаете, я сразу, как только вышел данный набор в продажу, почему-то мне захотелось его приобрести. Но мне его тоже подарили. Как будто, знаете, учитывая мою, наверное, линию мысли, да. Человек понял, что мне это хочется. Почему-то вот как-то так сошлось, совпало. И теперь этот набор у меня есть. В наборе 104 цвета, 6 цветов бисеров. Он 41 на 33. Ну, стандартный небольшой, но столько цветов здесь. Это, конечно, вообще прям такая мини-многоцветка. Да, вроде и размер небольшой, но тем не менее. 18-я Аида ярко получается. Смотрю я там за отшивом в группе Золотого Руно. Иногда так посматриваю. Очень красивый сюжет. Все тут хватает, ниток хватает. Вроде бы никто не жалуется на то, что тут что-то как-то вот. Ну, посмотрим. В Стрелкина картина. Ну, пока не ставлю я ее прям в срочные там отшивы. Я еще не знаю, как организовывать эти 104 цвета. Плюс еще тут есть также и бленды. Я его уже открывала, смотрела. Вот. Ну, да, хотелось бы, да. Определенно мне нравится этот сюжет. Следующий набор Локос. Ну, Париж, куда деваться, да. Нравится. Я долго металась, когда начинала Красное Рождество от Локос. И думала, какой начать сюжет. Начала Рождество, потому что у нас как вроде зима. Ну, и хотелось мне зимой пошить зимний набор. Вот. Этот. Здесь скорее весна. Да, наверное, похоже на то. В общем, пока что не ставлю я его, конечно, в планы. Но мне очень нравится эта картина. И это мое. Такой романтичный, такой приятный сюжет. Много тут деталей. И здесь цветов очень много. Ну, такой красивый, красивый, милый. В общем, не знаю. Девочки, может быть как-то что-то. 54 цвета, 47 на 34. Ну, такой стандартный размер сюжета. Красивые, яркие нитки, конечно. Не без этого. Здесь вот их достаточно и немало. Вот такие вот мотки. Открывала, смотрела. Там почему-то две схемы. Есть схема цветная, есть схема черно-белая. Не знаю. Единственный набор, который Локос укомплектовал цветной схемой. Я не знаю, для чего это будут, для них еще делать такие вещи. Но в этом наборе, да. Вот такой был сюрприз. Я сначала даже и не ожидала. Ну, а он есть. Следующий набор, который тоже в топ войдет. Ну, не без того, но шумевшая. Вот эта вот красота. Значит, это у нас величие природы. Суперпроработка. Уже все отшили. И многие рванули отшивать. Я тоже хотела, когда получила данную приятность. Но пока что не начала. Пока ничего нет, нет, нет. Тем не менее, здесь 66 цветов. 66 на 45 сантиметров. Ой, тут надо организовывать на какую-то большую раму. Потому что, наверное, на... Ну, не знаю. Я пока вот, честно, даже не думала. Как, что здесь будет отшиваться. Как это все делать. Здесь нет блендов. Все вон крестом в две нити отшивается. Ну, самое простое, наверное, что у нас может быть. Это крест в две нити. Это моя любимая техника. Я рада, что здесь нет никакого там полукреста. Хотя говорят, что вот полукрест там в одну нитку дает какой-то объем. Я не знаю. По мне, этот сюжет прекрасно отшивается. Не выглядит он ни плоско, ни как-то еще. И крест, извините, здесь его вообще не портит. В общем, вот так. Такой вот есть у меня тоже теперь, как и у всех, у многих есть набор. Долго я думала, да, покупать, не покупать. Ну, вот, теперь купила. Следующий наборчик уже старенький достаточно. Но я его все время так вот хочу. Это вот эти дятлы от Риолис. У меня вышита красная панда. И к ним есть красная вот эта лиса, которую уже, наверное, только лениво не вышивал, да. 21 на 30, шестяные нитки. Ну, люблю я птичьи сюжеты. Ну, люблю я. Ну, что поделать. Не такой тут большой размер. Да, хотелось бы их вышить. Посмотрим. Может быть, я таки поставлю их там в планы еще, не знаю, подумаю над этим. Но сюжет мне действительно очень нравится. Нравятся мне эти птичьи парочки и всякие такие вот, не знаю, очень люблю. Поэтому, конечно же, мимо я не прошла. Следующий набор, который также вошел в этот топ, это набор от Риолис тоже. Ну, уже всем известная медведица. Опять-таки, тема космоса не прошла мимо меня. Я сразу же его, по-моему, как только он вышел, заказала, потому что нравится. Пусть это медведь. У меня нет таких сюжетов. Это не заезжено, не банально. Не так уж много у нас производителей, которые вот такую тематику делают. Сейчас это не так часто встречается. И, конечно же, медведьца должна была у меня быть. В планах она у меня стоит. 30 на 40 размер. Может быть, может быть. Но здесь тоже есть куча блендов. Он у меня открыт, этот набор. Айда здесь 14, белоснежная. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, в новом году. Сейчас я заканчиваю. Там еще несколько сюжетов. И я поставлю его в процесс. Посмотрим. Еще один сюжет. Это фильма «Летистич». Ну, уже известная достаточно такая, да. У многих есть наборы данного производителя. Это вот такая карусель. Не могу я пройти мимо карусели. Здесь тоже много всяких деталек. Есть неполная зашивка. Вот на небе как раз кое-где не отшивается ничего. И в данный сюжет у меня, вот, как только он вышел, я тоже его заказала. Ну, нравятся мне такие вот. Не часто я покупаю вот такую эпоху, да, такие платья. Достаточно у меня немного наборов в такой тематике. Но вот два теперь у меня есть. Радуют меня данные сюжеты. И в пару к нему у меня есть наборчик от Риолис. Который я бы тоже хотела. Примерно они похожи. Этот набор уже снят с производства. Я знаю, что девчонки его ищут, пытаются купить. Но, увы, увы, нигде уже его нет. У меня еще, видите, старая обложка. У меня уж он лежит, не знаю сколько. Ну, года четыре точно лежит. И, может быть, как-то все-таки в ближайшее время я буду отшивать эти сюжеты. Не знаю. Посмотрим. Далее. Еще у меня есть набор от Золотого Руно. Который называется «За виноградом». Не очень удачная проработка сюжета. Есть у меня вопросы к руке ребенка, да. К фону. Золотой Руно вообще грешит фонами и непонятными какими-то пятнистыми. Но, тем не менее, сюжет этот ни у кого больше не выходил в продажи. Ну, во всяком случае, я точно не знаю. 66 цветов. Ну, без блендов, естественно. 18 стутоида. Она такая, как кремовая, больше. 39 на 30 сантиметров. Ну, грубо говоря, 40 на 30. И теперь у меня эта картина тоже есть. Ну, нравится мне этот сюжет. Ну, ладно. Понятно, проработка, все такое. Но никуда не денешься. Уже как есть, так есть. Так что этот наборчик я тоже очень люблю. Ниточки здесь особо не видно. Там, по-моему, 8 фрагментов. Ну, здесь вот все зеленое. Все, что видно, это вот такие зеленые цвета. Ну, и там вот такие, знаете, торчат вот эти темно-серые какие-то цвета. Вот больше здесь такого особо ничего и нет. Еще один набор, который бы мне очень хотелось, и он, конечно же, вошел в топ. Это золотую руну. Вот этот вот рыцарь. Уже отшивали его девчонки. Тоже его ругали за проработку фона, заднего плана. Вот эти вот там барышни две какие-то безликие совершенно непонятно. Размазали их. Можно было вообще их, в принципе, туда не ставить, а сделать просто стенку, да? Ну, ладно. Здесь достаточно... Ну, она 32 на 53. 83 цвета. Я бы сказала, тоже многоцветка. Тут есть и бленды, и достаточно много ниток. Этот сюжет тоже давно ждет своего часа. Мне здесь нравится проработка лошади, потом перила, вот этот дракон. Ну, ладно, нет у меня таких сюжетов. Это единственный сюжет в такой тематике, поэтому в топ он тоже вошел. Хотелось бы, хотелось. Может быть, и я его как-то что-то и попланирую. Не знаю, подумаю еще над этим наборов, в принципе, у меня не так много. Но еще выбирать есть. Есть сюжеты, которые хотелось бы, в принципе, больше отшивать, например, чем вот этот. Но все равно в планы он входит. Девочки, еще один мой любимый сюжет. Это кабинет. Оригинальная доме. У меня остался вот он. Я его оставила себе. 91 на 60 7014 Аида. Очень классно получается он. Я наблюдала, ну, пару отшивов я нашла. Очень нравится мне вот эта ваза с анютиными глазками. Потом чашка. Ну, такое, вы знаете, ничего такого. Просто фотка и кое-какие мелочи. Цветная. Там яркая схема, красивые. Там очень такие нитки, много голубых оттенков. И я, в принципе, очень люблю этот сюжет. Да, хотелось бы мне тоже как-то с ним поработать. Мне девчонки все подбивают. Да, начинает. Да, он такой, да, он секун. Но он огромный, он огромный. Все равно это большой, большой сюжет. Нитки тут еще хлопок. Не знаю, будет ли, да, моя у нас фирма возрождать данные сюжеты к продаже. Пока что, кроме Зеленой деревни, я ничего и не видела. Чашки, по-моему, еще у них там что-то выходили. Но чашки у меня давно отшиты. А вот этот сюжет все ждет своего часа. Ну вот, девочки, моя десятка. Ни разу не снимала такой формат. Ну, с другой стороны, почему бы и нет. Хочется, сами знаете, все пошить, все как-то попланировать. Ну, посмотрим, как по планам будет. Отшитых сюжетов очень много. Много чего у меня висит, много чего лежит. И вот подзаканчивать бы, конечно, сейчас что-то. У меня есть там планы кое-какие на окончание, на финише. И что-то из этого, конечно, я буду начинать. Ну вот, наверное, девочки, и все. Все. Давайте всем до новых встреч. Спасибо, что смотрите. Всем пока.